МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она наступила буквально мгновенно, русская весна, как только 23 февраля. Мы сказали, да, домой идем, на площади народ сказал, в едином порыве. Ну, а дальше пошли все организационные вопросы, как это практически сделать. И это практически сделать для меня, как и для нас, многих товарищей, которые приняли участие в работе комиссии по подготовке и проведению референдума, реально началась в 12 часов 30 минут 6 марта 2014 года, когда мы встретились, Чалый Алексей Михайлович, Белик Дмитрий Анатольевич, Дойников Юрий Васильевич. И вот мы вчетвером встретились. Они говорят, Валерий Кириллович, у вас опыт большой проведения проведения избирательных кампаний, нужно провести референдум. Я, правда, сказал, это не одно и то же, но очень близко и по духу. Тем более, раз нужно, а это очень нужно, я готов, что нужно сделать. Они говорят, в 18 часов будет заседание, ну, там с минутами где-то, будет заседание внеочередной сессии городского совета. А мы помним, что с 23 февраля там ежедневно собиралась внеочередная сессия городского совета, порой даже не закрывалась, а продолжалась работать. И я сказал, понял, есть, готов. И сразу же позвонил своему заму, позвонил секретарю. Зам сказал, что он не сможет по каким-то причинам объективным участвовать в работе комиссии по подготовке и проведении референдума. Секретарь Ковалева Лариса Семеновна мгновенно дала добро. Ну и сразу же мы после обзвонили, разделили, вот 17 человек, что у нас было, членов комиссии по избирательной комиссии, в Барам, в городской совет, мы разделились с ней и обзвонили. Ну, из всех, вот, 5 человек не смогли участвовать, мы сразу пригласили других. И я сказал руководству города, что я готов в 18 часов на неочередной сессии представить список членов комиссии по проведению референдума. Меня только одно спросили, вы за них вручаетесь? Я сказал, ну, если люди согласились, сами, сами, кто за кого не мог поручиться, хотя думал, что и они будут с нами, но тем не менее они отказались. Да, я ручаюсь. В 18 часов был избран или назначен вот у меня решение городского совета 6 марта 2014 года, Севастопольский городской совет 6 созыва, и мы тогда еще и городской совет писал на бланках, где было написано «Севастопольская меська рада 6 склыканье», вот, видите, да, и здесь же ЕРП украинский. Ну, так были документы, так оформлялись, и была назначена комиссия городская по проведению референдума в составе 17 человек. Сразу же там назначили председателя, зама и секретаря. Мне было предложено, пока все участники, после принятия, ну, тут было три вопроса. Первый вопрос – это решили городу Севастополь войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации. Второй вопрос – поддержать решение Верховного Совета Автономной Республики Крым о проведении общекрымского референдума и принять участие в проведении общекрымского референдума 16 марта. И третий вопрос – утвердить следующий состав городской комиссии по проведению референдума. Все ушли ликовать тогда, мы помним, вышли на улицу Ленина, там была масса народа и приветствовали жителей Севастополя решение городского совета. А мы, несколько человек, остались для того, чтобы сделать важный, важный – исполнить документ. А именно, у нас не было положения о проведении референдума. И мы за ночь, я и еще два товарища, Баканов и Волкова, мы вместе написали, до 12 ночи был написан проект, он у меня здесь есть, это вот папка, которую мы сейчас собираем с документами по референдуму. И был написан проект «Положение о проведении референдума». А уже 7 марта на внеочередной сессии утром в 10 часов это положение о проведении референдума было утверждено. И мы приступили к работе уже на основании вот этого документа. Вот он у меня здесь есть. Хочу сказать, что было трудно, но на эти трудности, по-моему, мы не обращали внимания, если вот с позицией, и никто не обращал внимания. И не мне рассказывать вам, вот операторы здесь присутствуют, СМИ, корреспонденты, и севастопольцы слышат то, что я говорю. Было трудно всем, но и было за что трудиться. Была третья весна. Ну, Бог любит Троицу. Я уже говорил, что была первая весна, это 8 апреля 1783, когда Крым соединился с Россией. Была вторая весна, 9 мая 1944 года. Ну и, конечно, сегодня вот пост идет, Великий пост. Он и был два года назад, Великий пост. И так вот глубоко символично, что и третья весна, по Божьей милости, пришла, и она была 16.03.2014. А в этом году мы опять глубоко символизируем. 16.03.2016 года сегодня отмечаем. Первая оборона 349 дней, вторая оборона 250, третья оборона 23 года. Невзирая на все сложности, мы сделали то, что сделали. Явилось на тот момент, когда проходил референдум, 89,5%, 89,5% людей, имеющих право голосовать, 18 и старше лет. Редактор субтитров А.Семкин